ДИБАЛЬСИВСКИЙ ПОЛУКОТЕЛ Украинская сторона как не выполняла пункты Минских соглашений, так и не планировала это делать. Терпение закончилось, и мы начали наступать. Буквально за несколько дней ополчением был полностью занят Донецкий аэропорт. А успехи на Дибальцевском направлении стали множество с каждым часом. У украинских военных, после того, как они оказались в плотном кольце армии ополчения, начали открываться глаза на все происходящее. Хорошо окопанные в мощных укрепрайонах, они остались без командного состава. Командиры первыми вышли из кольца, пока была возможность. Таким образом, многие населенные пункты были оставлены украинскими военными без боя. Они либо сбегали налегке, либо организованно сдавались в плен. Такой достаточно серьезный, да, перепрайон? Ну, хотя еще вот туда пойдемте, потом посмотрите. Там вообще... Вот этих вот оттуда, здесь, чуть дальше сюда, компониры. Это только начало их нет, то, что на дороге укрепрайон. То, что там дальше, мы пройдем, посмотрим. А, это что, не все? Нет, конечно, это не все. Там просто вы, я же говорю, ты просто сам поймешь, насколько вообще здесь в лоб нельзя было идти. Здесь даже можно было дивизию положить легкой. Можно было вот этот рубеж держать, вот этот рубеж одной роты. Причем легкой. С тем вооружением, которое у них было, которое не оставили у нас тут ПК. Тут можно было держать все, что угодно. Я же говорю, ну вот посмотри на сам укрепрайон. Вот даже видно шлакоблоки. Это даже не блиндаж еще. Плюс вот этот вот блиндажик, где он, буржуйка торчит. Для чего столько много компониров? Для чего такие большие и серьезные укрепления? Почему? Где? Здесь на окраине. Да плюс по окраинам вообще города. Если у них шахта Янакевская была укреплена достаточно серьезно, она сама по себе. Так как и Полтавская, так и Янакевская, это укрепление достаточно серьезное. Сами шахты, сами даже их полностью все здания и все остальное. Но вот здесь вот на дороге удивляет именно то, что позаминировано вообще в округе полностью все. И то, что здесь такие серьезные компониры и все это такие серьезные копы. И блиндажи. Вот для чего? На какой-то дороге. Ну как-то я смысла не вижу. Ну тяжело было бы штурмовать вот это. Очень. Даже с техникой, даже с артиллерией, даже со всем. Здесь, я же говорю, здесь не батальона можно брать. Было бы в лоб. А для того, чтобы мы в лоб не взяли, вернее, для того, чтобы мы шли только в лоб, для этого не поминировали все вокруг. Ну то есть здесь и нужна была другая тактика. Здесь нельзя было на храма брать. Ну вот положили здесь все. Скажем, были потери гораздо больше, чем вообще по всему Дебарсевскому году. Именно вот здесь. Пойдемте дальше, я покажу. Сейчас, насколько я поняла, работают саперы, да? Да. В том числе и для мирных жителей, которым необходимо. Конечно. Это в первую очередь для мирных жителей, не для нас даже. Потому что здесь в первую очередь пострадают мирные жители. А наши мирные жители, как всегда, интересно, что же там осталось. Посмотреть, увидеть. Ну и в конце концов попадают на неприятные моменты. Тут могут сюрпризы быть какие угодно. Здесь была казарма. Что это? Казарма? Здесь? Да, это была казарма. А как же здесь жить? Можно вот эти грязи. Они использовали технические помещения, для проживания. Здесь склад пищевых продуктов, столовая. Ну, пока не прилетел снаряд. А в какое место, через какое место он залетелся-то? Вот, над вами. Прямое попадание в крышу. А поскольку здесь было низко, и стало здесь неуютно. А тут не фугас у нас, нет? Смотри здесь. Вот что к нему идет? Где-то здесь фугас. Я же говорю, подарков нам оставили, нам еще лет пять будет очищать. Здравствуйте. Вы только приехали, сейчас или? Нет, 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 мы уже были здесь. Мы с утра здесь. Это я имею в виду, пока они здесь были, вас не было, да? Нет, нет, нет. Мы не с этого города были. То вот сейчас появилось, нет. А что здесь было? Здесь Иннакевское благо, колхоз был. Вот, наш колхоз был. А в этом помещении что было? А здесь мехцех был. Мехцех, здесь ремонтировали технику у нас. Все. Вот видите, что поставалось от нашей техники. Все разбомбили, все растянули. А как здесь вообще местное население в целом? Кого поддерживало? Вы знаете, я не могу сказать, меня здесь не было восемь месяцев. Они шесть месяцев здесь ровно стояли, восемь месяцев. Что тут было, как нас не пускали сюда? У нас не местная приписка, поэтому нас сюда не пускали. А вы кого поддерживаете? Ну, как? Своих людей, как вы, кого мы можем поддерживать? Ну, ваши люди, это кто? Вы. Мы. Если бы уже, наверное, их поддерживали, нас же бы пустили. А так мы поддерживаем своих людей. Всего доброго. Всего доброго, спасибо. Прочешу, что-то. Прочешу, трясет рядом с этой опорой. Потому что, может, заминировано будет не просто опор, а еще и подходы к ней. Да, да, я слушал, пусть смотрят, там не заминировано. А так, пусть вызывают саперов, не только вышку, а и подход к вышке. Мелотволится. Только, что самое интересное в этом боеприпасе. Крышка отстреляна передняя, а задняя не отошла. Холостой. То есть, попытались запустить его, и не получилось. Ну, ракета, да, ракета просто не сошла с тубаса. Мон, мина, осколочная. Направлено. Это у них что-то типа казармам было, да? Ну, да. И по казармам. Помните, что у нас? А вы не могли бы свернуть с гаража? Представляете, просто... Считай, что на стенках написано. Вот это вот. Для чего это? Растяжечки ставить. Зацепил и бум, и все. А где сняли? Сняли вот в зеленке, на деревьях висели. Усилены были, чтобы подхода к ним не было, были гранатами и F1 усилены, растяжками, да. Ну, здесь еще много чего, так что... Вы только начали работу? Только начали работу, да. Много было противотанковых, раскиданных по асфальту. По асфальту прямо? По асфальту просто раскиданы были, да. Так, еще работы много. Много! 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 Это то, что у нас тогда... Их много. А нам нужно будет. Посмотрите, еще пока. Несмотря на серьезные укрепрайоны и огромное количество БК, вооруженные силы Украины свои позиции покидали в спешке и налегке, прихватив только легкое ручное оружие. Укрепрайон 128-й бригады в Малоорловке находился в двух километрах от города Кировская, который подвергался артиллерийским обстрелам с этой стороны практически ежечасно. Нежели нежелательно, конечно, на них наступать дела очень. То есть здесь вполне возможно, что все заминировано, да? Я не исключаю этого варианта, потому что, отходя при любом раскладе, они оставлялись в призме. Они не могли просто так развернуться, уйти оставить такие... которые доказывали бы о том, насколько они серьезно здесь укреплялись, насколько они надолго здесь планировали укрепиться. А можете рассказать подробности операции освобождения этого поселка? Каким образом они отошли отсюда? Как сказать, не знаю. Наверное, закошмарили бы их. Испугались и убежали, грубо говоря? Ну, навряд ли испугались. Скорее всего, они поняли о том, что они уже все-таки действительно находятся в кольце. Причем в полном плотном кольце. Откуда выхода, ну, у них не будет. И их неадекватное решение, я так считаю, что это адекватное для них было. Единственный выход? Единственный выход это было прорываться. Я теперь понимаю, начинаю понимать, почему они не прорывались в нашу сторону. На север это было бы плохо прорываться в сторону Дебальца. А прорываться именно сюда они поминировали. И насколько была информация у нас в том, что они потеряли карты своих минных полей. Вот поэтому, наверное, они все-таки так и поступили, что ушли назад. А там, я не знаю, споймаем, узнаем. Расскажут, думаю, куда они идут. Лихая 128-я. Лихая, 25-я, 25-я. Как вы считаете, где сейчас все эти люди, которые находились на этих позициях? Куда они отошли? Я думаю, они чуть-чуть дальше ольховатки. То есть у них осталось не так уж много места для маневра. И вот дальше будем там проходить. Там вы видите, сколько они быка поставляли, всякого разного. То есть они с собой взяли то, что нужно бойцу для, скажем так, рывка. То, что можно было унести налегке. Да. То есть технику, скажем так, я бы думаю, они бы вот этот бетербург тоже утянули. Они не были готовы к тому, чтобы им уходить. Даже оставили вот такую вот вещь. Это что такое? А это запуск для фугасов. Но только для более, скажем так, не для одного, а для нескольких сразу. Выводится. И вперед на амбразуру. Ну, еще, видимо, они не успели бы пользоваться, да? Ну, конечно, нет. Могут, это они тоже пытались сделать, чтобы блиндаж не капонир, не капонир, потом блиндаж, не блиндаж. Хотели бы в большей степени сделать, так как это делается, танк прячется, типа как блиндаж. И у него этот, но у них не получилось. Просто не успели. Времени не хватило, да. Так, как, что-то пролетело нечаянно. Ну, видимо, с нашей стороны. Ну, откуда еще могло пролететь? Не, могло с шахты енаки сгонить, тут уже собачки. Бывает, да? Да. Специально? Ну, у них такое развлечение. ВСУ там с правым сектором. Или с терботальонами. Ну, видать, хороший автомобиль был у них. Ну, почему-то он сгорит. Наверное, проводку за мусором. Да? Да. Ну, бывает. Ну, судя по всему, да. Как можно жить в этой куче мусора? Вот поэтому они и ушли, наверное. Ну, ушли, что в куче мусора жить не было. И вот, просто вот, знаете, этими позициями поселок, в принципе, фактически нигде, фактически нигде, да, в некоторых местах. Есть, например, в той стороне под разрушенный дом, но здесь фактически нигде нету разрушений. Это говорит о том, что мы не били по жилым кварталам, по жилым людям. Сепаратизм Шкода для вашего здоровья. Между прочим, у нас самые красивые сепаратистки. Добровольцы батальон Донбасс. Да, да, да. Вот, вот, вот. Ага. Ух ты уже там чисто, да. Будем надеяться, что здесь нет растяжек. Здесь спали военные украинские армии. Ну, достаточно уютно. Давай его сюда. Давай, давай, давай. Давай его сюда. Вот это они отходили. Самое святое свое это забыли. Бросил. Как опустил. Так они, получается, успели их снять и положить. Вот так вот они любят свою родину. Ну, я скажу, с вот этими ребятами воевать было даже приятно в какой-то степени. Почему? Мы, чему-то, научили, ну, вот, активных. Это немножко не те, которые были в самом начале. То есть обученные, да, ребят? Эти, да. Более по-другому. Никто из нас не хотел ни этой войны, ни какой-либо другой войны. Вообще, я сомневаюсь, что нормальные, адекватные люди хотят войны. А что сказать родственникам ребят, которые из ВСУ, что эта война не становится, пока они будут идти сюда. Только в этом случае. Единственное, не пускайте своих детей, своих мужей никуда. Хватит этой войны. Она вам не нужна и нам не нужна. Но мы будем обороняться до последней. Ладно, мы знали, на что мы шли. Одни осознанно, другие под эмоциями. Не важно как, но основное количество осознанно. Вот теперь единственный вариант для них уйти. Это сложить оружие и уйти. Все. Это они оставили, да? Да, да, да. Так ты только сейчас ее не разминируй. Не-не-не, они попримерзали там уже. О, это противотанковые? Да, это сленки. Вот еще пать. Целое кладбище. А зачем они расстреливали этих коров? А, вот этого я сказать даже не могу. Коровы тоже, кормить же их нечем. Сюда местных жителей не пускали. То есть, вот именно в сам Букрепрайон местных жителей они не допускали. То есть, коров кормить нечем. Часть из них они потребили в пищу. Ну, а часть, вот, и дух украинской хозяйственности. А если нужно нафигасить? А вот какой смысл ставить эти противотанковые мины, если они видны не вооруженным глазом? Это делается при спешке, и в случае того, если они ожидают какой-либо танковый прорыв. Например, начуют? Да, по большей степени. В случае отхода, когда нет времени, да, закопать ее, положить как положено. И, ребята, в этом все делается. Такая будет делается. Знаете, так, это, я же говорю, не каждый профессионал. Я нечаянно, я не хотел. Так получилось. Да, я потом, а что выговорю. Ну, как тут можно с хлебом обращаться? В поселке Малоорловка находится шахта Янакиевская. Сама по себе она была уже достаточно хорошим укрепрайоном. Вести бой с территории шахты было достаточно удобно и относительно безопасно. Именно поэтому здесь также были позиции ВСУ. Здесь, вместе с офицерами, мы оказались первый раз после того, как украинская армия покинула шахту. Именно поэтому старались двигаться аккуратно, внимательно смотря под ноги, так как саперы еще не успели все осмотреть. Там еще дымится что-то до сих пор? Да. А что здесь было в состоянии? Это был АБК. Административно-бытовой комплекс в шахте. То есть часть его сохранилась. А в часть, получается, из них наши артиллеристы попали, подорвали часть БК. И они на отходе уже заминировали, подорвали все остальное. Ну вот, в принципе, поэтому такие вот разрушения крупные, серьезные. То есть здание, в принципе, практически полностью уничтожено. Ближе подходить мы не будем, потому что там есть недоразрывы. А насколько важным это было место для них стратегически? Очень важно, потому что это, получается, высота, которая контролирует практически всю площадку от отсюда и до могилы острой. То есть они перекрывали весь этот район. То есть это позволяло им на могилу острой подвозить питание, боеприпасы. А поскольку могила острой является наивысшей здесь господствующей высотой, то для артиллерии это очень большой плюс. То есть они контролировали отсюда практически весь этот прилегающий район. Начиная от города Кировска и в направлении населенного пункта Сташкова. Сколько на дня работы? Ну, уже в течение 6-7 месяцев. То есть это время пока здесь находилось... Да, то есть Занецкая область недополучает тонны, 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 тонны угля. У вас будет липаться? Да, веселые горки. Это тоже спасибо украинским войскам за то, что они нас снабжают. ВПК и всем остальным. Это 120-я мина. Это 120-я мина на миномет. Это минометная 120-мм. Вот это подарок! Что это такое? Это пороховой выстрел к заряду СПГ-9. Замечательная вещь, пригодится. Может быть здесь еще есть, она же наверняка не одна. Надо походить поискать. В принципе территория будет обсматриваться. То есть мы здесь первые, пока еще никого не было, да? Нет, шахта... В принципе не трон. Единственное, что товарищи украинские военные, меди. Практически всю медь отсюда выгребли. Вот Юра. Ой, какая счастья! Тоже снаряды? Да. А на что это? Верпоги тоже, да? Верпоги. 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 Телевизор. Тоже вон ящик. План БК, да? Главное, что мы пришли и будем спокойно жить. Вот это очень просто. А вам уже три дня без стрельбы. Мы готовы еще две недели пожить без света. Ну, хотя бы вот это. Ну, насколько быстро получится разминировать, настолько быстро восстановленную электроэнергию. А армия Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики освободила этот поселок. Что это значит для вас, для мирных жителей? Для нас это очень много значит. Мы начинаем жить, свободно дышать. Семь месяцев нас бомбили. В таких условиях нереально жить. Посмотрите, у нас такие дети населены. У нас же связи даже не было ни с городом. Сюда вообще закрыто было. Туда ходили пешком. Автобусов здесь нет. Мы вообще закрытые были. Там ДНР и там ДНР. А мы здесь как никому не нужны были. Сначала даже воды не было. Я, насколько знаю, сюда никого не впускали и не выпускали. Нет, нет, нет. А дети здесь остались? Да, здесь полно детей. Вот посмотрите, есть грудные мобилы. Сначала не было вообще детей. Детей попали. Это сейчас уже возвращаются. Мы возили детей, потому что все волнуются. Как все родители. Все волнуются за детей. Как вы думаете, она подлежит восстановлению? В принципе, восстановлению подлежит все. Вопрос во времени и в средствах. Редактор субтитров А.Семкин